Украинские журналисты, еще раз напомню, отдельно взятые и украинские политики в большинстве своем считают, что их мнение самое главное, самое важное. И раз Украина, как они говорят, тащит на себе вот эту огромную, как они считают, миссию, то все должны поклоняться им в ноги и слушать, что они говорят. Это очень большое и больное заблуждение. Независимо от того, сколько подписчиков у украинского журналиста, независимо от того, в каких кабинетах в Европе и в мире принимают украинских политиков, никто им не дает право разговаривать с какими-то народами или государствами на повышенных тонах. Никто не дает право Дмитрию Гордону, независимо от того, сколько у него сайтов, аудитория какая у него большая, никто ему не дает право говорить в эфире, как он сказал, а я напомню, он сказал, я проклинаю, говорит, все правительства и все страны, которые, как он говорит, посетили парад в Москве. Гордон на самом деле ничем не отличается от Соловьева и от Маргариты Симонян. То есть такие журналисты, как Гордон, они думают, что если они защищаются, а Россия, как они говорят, и это правда, напала на них, то те журналисты, которые говорят со стороны России, они плохие, а он Гордон такой хороший. Или все, что говорит Гордон, это правильно, только потому, что Украина защищается. Это большое заблуждение, да, и вот эту наглость на самом деле нужно как минимум комментировать. Пресечь ее невозможно, потому что каждый болтает со своей колокольни, но комментировать это точно надо. Нужно говорить, абсолютно ясно говорить, как минимум нашим подписчикам и слушателям, что в этой войне, в этой войне страдают простые люди, но никак не Маргарита Симонян, не Соловьев, не Гордон. И я еще раз хочу повторить, не занимаясь тавтологией, что лично для меня, например, Дмитрий Гордон по своей сущности, да, и по своему гнилью ничем не отличается от Соловьева и ничем не отличается от Маргарита Симонян, да, потому что вот Маргарита Симонян и Соловьев это две бесчеловечные твари, да. Но вот Гордон ничем не отличается от этих тварей, потому что на самом деле лицемерие Гордона имеет такой же уровень большой, как и уровень лицемерия у российских пропагандистов. Дело в том, что господин Гордон почему-то сам не воюет, его дети не воюют, почему-то он сам не находится на фронте. Гордон считает, что он имеет право, и вообще отдельно взятые украинские политики и журналисты, они считают, что из-за того, что происходит в Украине, им позволено, и они имеют право, указывать Казахстану, Грузии, Кыргызстану. То есть на фоне того, что весь мир дает оружие Украине, отдельно взятые украинские политики и журналисты охренели, потеряли чувство реальности, попутали берега, как я это сказал в эфире наших коллег, и считают, что они могут хамить и, как в случае с Гордоном, кого-то проклинать. Продолжение следует...